Продолжение следует... 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 А кто так же, как и я, приносит пользу всем в таких enabling командах? Окей... Так... А кто в DevOps команде работает? Практически никого... Окей, да, я вижу, что большинство работает в платформенных командах. И мне кажется, что у меня есть кое-что полезное для вас. И я сегодня про это расскажу. Давайте к теме доклада. Попробуем разобраться, что вообще происходит в индустрии. Откуда заново возник интерес к платформам, платформным командам, платформ инжиниринг. И сначала посмотрим на состояние DevOps через отчеты за прошлый год. И отчетов по состоянию DevOps выходит несколько штук регулярно от разных компаний. Я думаю, они вам известны. Это Dora, это Puppet, Express 42. И в отчете Dora платформ инжиниринг и вообще платформы никак не упоминаются. То есть они продолжают использовать свою DevOps-модель. И совсем не пишут ничего про платформенные команды. Puppet уже пару лет исследует эту тему. Если смотреть их отчеты, то половина отчета в отчете за 2019 год было посвящено платформным командам. И в отчетах Express 42 упоминались как платформенные команды, так и платформенные сервисы. И, кстати, Dora запустила свой новый опросник. Кто-нибудь его проходил, заполнял. И единицы. И там тоже нет никакого упоминания платформ, платформных команд. И в этом году фокус на безопасности и на DevSecOps. На конференции DAS продолжают обсуждать, как DevOps-трансформации, как вообще меняются большие компании, enterprise-компании. На наших конференциях поднимается тема платформ. Компания делится своими кейсами, такие как Яндекс, Авито, X5, Skyeng. Издательство Джина Кима выпустило книгу Team Topologies с паттернами платформенных команд. И вышло переиздание DevOps-хендбука, где тоже говорится про пользу платформ. И на радарах появился Linux Foundation со своими рабочими группами, стандартами и конференциями по Cloud Native, FinOps, Continuous Delivery. Вы могли видеть их стандарт OpenGitOps, например. И в целом видно, что сообщество DevOps разделяется. И появляются новые эксперты, компании, сообщества. И одним из таких разделений стало появление сообщества Platform Engineering. Цель данного сообщества – это объединить платформенных инженеров и задать людям правильный вектор. Оно возникло в 2019 году с митапа в Берлине. И на данный момент проведено уже 19 митапов в Европе и Америке. На прошлой неделе была первая конференция по Platform Engineering. Называлась Platform Con. Кто-нибудь ее смотрел? Никто. Она онлайн, бесплатная. Там короткие доклады по 15 минут. Посмотрите. Обсуждали как раз темы, связанные с платформами для разработчиков, дизайн-платформ, ну и разбирались в кейсе компаний и инструменты. Отдельных исследований по Platform Engineering я не нашел. Но есть отчет компании Humanitech. Они называют его до сих пор DevOps Benchmarking. Хотя там все целиком написано про платформы. И они исследуют как раз, как они влияют через различные метрики и пытаются делать какие-то выводы. Но до сих пор называют это DevOps. И я думаю, что к следующему году он уже будет называться, наверное, Platform Benchmarking. В тех радарах Footworks упоминаются. Такие практики, как продуктовый подход, Platform Engineering. И они уже в статусе Adopt. То есть они работают и рекомендуется этой компанией к применению. И появляются новые сервисы, инструменты, вокруг которых возникают свои сообщества. Примером такого инструмента является Backstage. Это такой внутренний портал для разработчиков от компании Spotify, вокруг которого тоже есть свое комьюнити, которые обсуждают проблемы платформ и как их предоставлять разработчикам. Еще пример можно назвать. Это Internal Developer Platform. Там тоже свое сообщество, сайт. И появляются SaaS-компании, которые также вкладываются в развитие платформы инжиниринг, такие как Humanitech, Ambassador Labs и другие, которые делают, например, на базе этих open-source инструментов платные SaaS-решения. И в целом можно сделать вывод, что платформа инжиниринг — это новый тренд. О нем все больше и больше говорят. А второй вывод — то, что платформа инжиниринг появляется, когда DevOps-инженеры начинают общаться друг с другом. Ну, как это выглядит? Привет, я DevOps-инженер и делаю DevOps в своей команде. И я DevOps-инженер, делаю DevOps в своей команде. Давай делать DevOps вместе и назовем это платформенной командой. Большинство из вас знакомы модель DevOps от Dora, которую они используют в своих исследованиях State of DevOps и которая упоминается в книге Accelerate. Слева на ней инженерные практики. Справа ключевые метрики или Dora-метрики. Про практики и метрики на конференции уже упоминали и много рассказывали. Показаны связи между практиками, как они влияют. И про каждую практику можно почитать на сайте. Она расписана. Там есть критерии, как понять, работа-то на вас или нет. Но в целом выглядит так, что эта модель или модель DevOps, она давно не обновлялась. Скорее всего, потому что авторы, которые ее изначально придумали, уже ушли из этой компании. Или потому что в целом Google Cloud не хочет идти в платформы. И непонятно, как эту модель расширить, закоммитить в нее. Вокруг нее нет сообщества. Модель закрытая. Хотя была попытка перевести ее на русский язык силами DevOps Moscow. Но не получилось. И по моему мнению, платформа инжиниринг в этой модели вот где-то тут. Он охватывает как практику continuous delivery, так и то, что Dora называет облачными практиками. Или даже захватывает и все инженерные практики, если они становятся частью платформы и реализуются через инструменты, процессы, конвейеры или платформенные команды. Давайте поговорим, когда вообще появляются платформы и платформенные команды. Для этого внимательно посмотрим в книгу Team Topologies и там найдем интересную матрицу, в которой авторы делают вывод о том, в какой момент у нас появляются команды в зависимости от размера организации и инженерной зрелости. И вот в ней 4 квадранта, высокая и низкая инженерная зрелость и небольшой-большой размер организации. И в организации небольшого размера и низкой инженерной зрелости топология, скорее всего, будет в виде специализированных команд. Разработка, тестирование, эксплуатация. По мере роста количества инженеров будет появляться платформа и платформенная команда, на которую будут опираться другие команды. С ростом инженерной зрелости команды становятся более автономными, кросс-функциональными, слабосвязанными. И в больших организациях с высокой инженерной зрелостью топология будет в виде продуктовых команд и другие типы команд. В целом выглядит достаточно понятно, но размеры организации, большая или небольшая, здесь не очень информативные. И я предположу, что небольшая организация – это до ста инженеров, а большая – это больше тысячи. И вот мне стало интересно, а что происходит с организацией от ста до тысячи инженеров на границе этих квадрантов. В интернете можно найти график, который показывает, что с ростом организации появляются платформы и другие типы команд. Это происходит где-то на границе 250 инженеров. И в целом похоже то, что я видел в компаниях, наверное, то, что у вас происходит. Видно, что платформенные команды начинают работать на масштабе. А кто-нибудь понимает этот масштаб, кто-нибудь пробовал измерить, что значит работают. И я продолжил исследование соотношения команд дальше. И мне попалась статья «Пусть распускаются тысячи цветов», в которой Питер Сайбл, техлит команды инженерной эффективности в Твиттере, рассказывает о том, как Твиттер справлялся с техническим долгом по мере роста компании. И многие из проблем, с которыми столкнулся Твиттер, похожи на те, с которыми мы сталкиваемся сейчас. И одна из интересных вещей в этой статье это предложенная им модель эффективности. Чуть позже Дэвид Джаррет, архитектор из Adobe, переложил эту модель для платформ и платформенных команд. И я ее и буду использовать для пояснения. Итак, модель эффективности. Под эффективностью вот Дэвид и Джаррет, они понимают инженерную эффективность. Повышаем мы эффективность с помощью экономии времени, поддержки, выдержания инженеров в потоке, устранением технического долга, поощрением и поддержкой хороших практиках и улучшением девелопер экспириенс за счет предоставления отличных инструментов. То есть кажется, что с помощью платформ-инжиниринга. И вот модель можно назвать моделью платформ-инжиниринг. Давайте попробуем в ней разобраться. То есть и это общая эффективность. Единицами измерения эффективности являются инженеры. Там эффективность одного инженера единицы, эффективность двух инженеров двух и так далее. НТ – это количество всех инженеров, как продуктовых, так и платформенных, без разницы. НП – это количество платформенных инженеров. И есть два коэффициента. Это коэффициент масштабирования от слова scaling as представляет, как каждый дополнительный платформенный инженер увеличивает общую эффективность. А B – boost, коэффициент повышения эффективности. То есть прибавка, которую дает платформенный инженер к эффективности остальных инженеров. И на самом деле это очень простая модель. Ну, как все модели, она ошибочна, но она может быть полезной. И давайте посмотрим, как эта модель ведет себя для разных размеров организаций. И на первом графике мы видим, что для инженерной организации из 10 человек на самом деле не стоит выделять ни одного платформенного инженера, поскольку максимальная эффективность 10 инженеров. То есть это не имеет смысла. При 100 инженерах кривая уже начинает изгибаться, при 200 еще сильнее, и мы уже начинаем наблюдать эффект от платформенных команд. При 400 сгибается более заметно, общая эффективность растет, и как только мы доходим до 1000 инженеров, небольшой выигрыш на одного инженера начинает суммироваться, хотя каждый дополнительный платформенный инженер все меньше и меньше повышает эффективность. И если эти параметры верны, то для инженерной организации в 1000 человек мы должны посвятить более четверти наших инженеров платформенным задачам, что дает общую эффективность эквивалентную 1465 инженерам. Другими словами, если 25% ваших инженеров будут платформенными, то вы увеличите общую эффективность инженеров и организации. Вот почему так важно инвестировать в платформенные команды. А может и не увеличится. И давайте разберемся почему. Заново вернемся к формуле и внимательно посмотрим на коэффициенты. То есть для конкретной организации коэффициент масштабирования и повышения будут отличаться. Питер и Дэвид сошлись во мнениях, что значения для их компаний равны 0,7 и 2%. Достаточно скромные и консервативные по их мнению, но это компании Twitter, Adobe. Для ваших организаций коэффициенты, скорее всего, будут другими. И давайте посмотрим, как они влияют на общую эффективность по отдельности и вместе. Для коэффициента масштабирования я взял три значения 0,7, 0,6 и 0,5. И видно, что при 250 платформенных инженеров общая эффективность либо не увеличивается или даже снижается. И оптимальное количество инженеров также уменьшается. И они меньше повышают общую эффективность. Для коэффициента повышения я попробовал подставить значения в 2%, 1,5%. Ну и аналогично оптимальный размер платформенных инженеров и эффективность уменьшается. И, скорее всего, оба этих коэффициента в вашем случае будут ниже, и тогда ситуация будет выглядеть вот так. То есть вы можете быть тут, тут, тут. И платформенные команды могут не только повышать эффективность, но и снижать ее. И модель предсказывает это. Очень похоже на то, что я вижу в компаниях, что платформы не всегда ускоряют, а часто замедляют разработку. То есть если ваши платформенные инженеры работают не над тем, или если ваши платформенные инженеры имеют свои собственные дисфункции, то вы не увидите повышения эффективности от наличия платформенных команд. Вот. То есть хотя эта модель не является полной, но она полезна для понимания динамики организации. Результаты сильно зависят от значений, выбранных для коэффициентов. И давайте разберемся, как они считаются и что можно сделать, чтобы их улучшить, ну или там, чтобы стать как твиттер. И начнем с коэффициента масштабирования. Я взял несколько размеров команд и разных значений для этого коэффициента. Вот NP в степени S, это здесь используется в модели и отражает уменьшение эффективности при добавлении новых людей в команду. То есть каждый раз, когда вы добавляете в команду, эффективность команды и инженера снижается. И что мы видим? Что команда из 10, например, инженеров, она может работать как 8, 6 или 5 инженеров. И чем дальше, тем эффективность ниже. И при коэффициенте 0,7, который использовали Питер и Дэвид, получается, что 250 инженеров в команде работают с эффективностью всего 48 инженеров. Там затраты на координацию, командную работу, взаимодействие и так далее. А при 0,6 получается вообще как правило 1,9,90, когда 10% что-то делают. И по-другому можно назвать это, не знаю, коэффициентом эффективности команд. А вот что влияет на эффективность команд и какие дисфункции нам известны? Ну вот я выделил их несколько. Это, например, слишком большие и слишком маленькие команды. Команды часто пересобираются. Отсутствие команд, когда работа выполняется индивидуально или рабочими группами. Перегрузка команд, когда они занимаются всем. Взаимодействие команд. И я здесь имею в виду постоянное взаимодействие из-за зависимости и отсутствия удобных интерфейсов. И это что-то напоминает. То есть где упоминается решение этих проблем? В книге Team Topologies. Открываем главу про Team First подход. Читаем и понимаем, что команды должны быть небольшими по размеру, стабильными. Команды — это минимальная единица. И что нужно ограничивать когнитивную нагрузку и взаимодействие команд. Применяем. Применив Team First подход к нашим 250 платформным инженерам, вот у меня получилось 35 небольших команд по 7-8 инженеров, которые можно поделить на 3-4 кластера. И скорее всего это будут комбинации платформенных команд и enabling команд. И целевая топология может выглядеть вот так. Что еще мы можем применить для улучшения взаимодействия платформенных команд? Ну, это сделать удобный API для платформ. Я не буду про него подробно рассказывать. Это упоминалось и в других докладах. Помимо платформ API, нам нужно еще и оформить и платформ Team API, то есть API самой команды, чтобы было понятно, как вас найти, как и когда к вам можно обращаться за помощью, если API платформы недоступен, сложен, непонятен или требует расширения. И уже есть даже спецификация в виде кода. То есть если вам не нравится это заполнять в виде текста, это устаревает, не обновляется, то есть в целом можно уже собирать API вообще по всем командам в компании и, не знаю, строить какой-нибудь граф, в том числе игра в зависимости. И тут как бы я не одинок. То есть вот кейс компании, которая так и работает. Это топология компании X5 FoodTech, которой поделился Косте Евтеев на конференции Team LeadConf в Питере в прошлом году. И вот из нее видно, что много небольших платформенных и enabling команд работают вместе, помогают командам разработки становиться эффективнее, команды не блокируют друг друга, и нагрузка, и способы взаимодействия ограничены. Идем дальше. Вернемся к коэффициенту повышения эффективности. Так какую же прибавку к эффективности дает каждый платформенный инженер? Что вот снижает нам эти проценты? Ну, авторы, я в целом их поддерживаю, считают, что если платформенные инженеры решают не те проблемы, делают долго и делают сложно. И какие проблемы не те? Кажется, что нужно сделать там шаг назад и вообще понять, какие цели у платформенных команд. Снова обратимся к Team Topologies, что они там говорят, что платформенные команды должны снижать когнитивную нагрузку, повышать автономность команд, улучшать опыт разработчиков и повышать эффективность разработки. Это то, о чем мы сейчас с вами говорим. И это достаточно сложно измерить. И я не уверен, что вот ключевые метрики, которые вам известны, которые здесь много раз уже упоминались, вам помогут. Похоже, что нам нужны немного другие метрики. Вот, например, если вернуться к Dora, в компании Dora, Николь, одна из основателей этой компании, она после ухода из Dora перешла в GitHub, а сейчас уже в Microsoft, и она продолжает исследования эффективности и продуктивности инженеров, и она выпустила там свой фреймворк Space. Можете там погуглить, и у меня, к сожалению, ссылки нет. И в целом сейчас индустрия находится в поиске правильных метрик. То есть стоит искать по следующим ключевым словам. Метрики когнитивной нагрузки, метрики автономности команд, опыты разработчиков, эффективности разработчиков, inner source метрики. То есть пока хорошего фреймворка я еще не видел, и каждый собирает свой кастомный набор метрик. И я думаю, что вот здесь победят метрики опыта разработчика Developer Experience и метрики эффективности. Потому что я уже видел публикации, что вот Developer Experience рассматривается как фитнес-функция для платформных команд. Про метрики эффективности разработчиков, сейчас очень много идет публикаций со стороны Spotify, и они обсуждаются в Backstage Community. Следующее. Для чего, что можно сделать, чтобы делать быстро и несложно? И вот кажется, что здесь вот можно применить самый продуктовый подход, про который говорят в тех радарах, в докладах на этой конференции. То есть собираем боли, делаем Finest Viable Platform, измеряем, повторяем. И частый вопрос, где найти боли? Все говорят, что мы собрали боли, но вот не знаю. Я часто слышу вопрос, а где их найти? Кажется, что у нас все хорошо, там общаемся через тикеты, всех все устраивает, и проблем нет. Осмотритесь вокруг. То есть в вашей организации есть много инженеров, лидов, руководителей, которые, скорее всего, знают про проблемы и готовы с ними поделиться. Сходите к ним, созвонитесь, пообщайтесь. Либо самостоятельно, либо с помощью специальных enabling или change command в зависимости от ваших размеров и ваших способов взаимодействия. И последнее. Инвестиции в платформные команды начинают окупаться, когда они выполняют работу для большего количества инженеров. Вы можете работать в инженерной организации из тысячи человек, но если сервис или продукт, на котором вы работаете, используется только половина из них, то модель необходимо расширить. Например, добавив еще один коэффициент, это процент команд, которые перешли на платформы. Так называемый platform adoption. И я взял три значения. 100%, 75%, 50%. И тут видно, что все уже выглядит не так хорошо. Если еще к этому добавить дисфункции команд и работу не над тем, что нужно продуктовым командам, то в большинстве случаев эффекта от платформы вы не увидите. Но всегда есть к чему стремиться. Поэтому давайте создавать классные платформы и платформенные команды, которые улучшают, они снижают эффективность инженеров. Можете использовать эту модель для диагностики своих платформенных команд, для продажи платформы, для обсуждения инвестиций. На мой взгляд, это нагляднее, чем ROI в DevOps от Dora. И можно расширить эту модель, добавив косты, время, простой, ну или там всем тем, что вы услышали за два дня на конференции. А можете оставить как есть. Что я еще хотел добавить? Вот небольшой опрос и исследование на тему соотношения проводил Артем Науменко из Skyeng. У него получилась следующая таблица. Не знаю, учитывался ли здесь размер компании. Ну и в компании в выборке было немного. В целом, это меня поддолкнуло к этому докладу провести такое мини-исследование. Вот я вижу, что Артем в зале. И посмотри на эту модель, может быть полезной. И в первом исследовании состояния DevOps я спрашивал про соотношение количества инженеров, но из нее не очень понятно, чем там занимаются инженеры эксплуатации и где они находятся. Но это вот показывает опрос в начале доклада, что они могут быть везде. И кажется, что надо еще поисследовать эту тему. Поэтому вот я планирую собрать рабочую группу для подготовки и провести опрос, анализ и подготовить отчет. И если кому интересно, пишите на почту, кто хочет поучаствовать. Что еще можно почитать на тему? Отличный старт Team Topologies упоминалось очень часто в этом докладе. Сейчас уже вышло продолжение. То есть, если вам интересно шаблоны, платформ Team API, то посмотрите, найдете для себя много всего интересного. И ждите выхода книги от Грегора Хохпе про платформенную стратегию. Еще одно упоминание о стратегии. Ваша стратегия все-таки DevOps или платформ. Ну и плюс все ссылки из моей презентации. Итого, мы коротко обсудили состояние DevOps платформенжиниринг, рассмотрели модель эффективности или модель платформенжиниринг, поняли, какие паттерны из Team Topologies нам можно применить, чтобы повлиять как-то на эти коэффициенты. попробуйте поиграть с этой моделью, подставьте свои собственные значения и выглядит так, что мы еще не понимаем весь потенциал платформ и недостаточно в них инвестируем. Окей, я поделился своим мнением, какое у вас, давайте обсудим. Презентацию можно скачать по ссылке. Обратную связь можете дать мне по почте, QR-код для обратной связи и подписывайтесь на мой Twitter, LinkedIn, Telegram. Ну что ж, давайте тогда попробуем задать вопросы. Так, уважаемые коллеги, не очень немножечко бликует. Так, я, пожалуйста, я извиняюсь, сразу не видно, к сожалению. Да, привет, очень классный доклад, потому что мне тоже это очень сильно интересно. Манасян Крапет, мой X-групп. Смотри, тебе не кажется, что это немного является излишним, наверное, таким пиар-ходом со стороны индустрии, то что там платформы, enabling team, change команды и тому подобные вещи, там, DevOps, и все это ограничивается тем, что там есть огромные компании, в компаниях есть какие-то продукты, которые там разрабатываются, и мы можем каждый продукт считать там внутри компании отдельным бизнесом. Точно так же можем считать платформу отдельным бизнесом, которая оказывает услуги своим потребителям. То есть, если исходить из этой точки зрения, может там количество терминов как-то сузить, как ты считаешь? Спасибо. Если честно, не совсем понял вопрос. Терминов каких конкретно? Платформы, DevOps, инфраструктурные платформы, продукты, стратегии. В целом, да, я с тобой соглашусь, что мы вроде называем разными словами, одно и то же. Да, то есть, если мы называем платформу продуктом, то мы просто берем все практики, не знаю, там продуктового подхода, которых уже достаточно много, там наверняка всплывет еще и agile, вот, и можно вообще вспомнить, с чего DevOps начался, с agile инфраструктуры, и вот мы опять пришли к тому, что, да, мы говорим об одном и том же, только разными словами. Так, хорошо, вот молодой человек, а, подожди, давайте здесь тогда сразу зададим, просто извините, пожалуйста, а потом туда передадим. Привет, Павел Бедяев, мой из групп. Поближе просто, чуть-чуть. вопрос такой, по графикам, я не до конца понял, вот там были максимальные значения в 1465 инженеров, это разработчики или DevOps? Это все инженеры в организации, это и разработчики, и там, тестировщики, и администраторы. Понял, спасибо. То есть, это общая эффективность организации, то есть, мы просто берем условно из 100 продуктовых разработчиков, например, выделяем 250 на платформенные задачи, и если они занимаются тем и организованы правильно, и у них нет никаких проблем, то мы получаем вот такой вот прирост эффективности до 465 инженеров. То есть, я здесь просто не затрагивал эту тему, чем они будут заниматься, когда вот они получат такой буст, да, это вне рамках доклада, но вот посмотреть на зачем нам вообще платформы и платформенные команды, не через Dora метрики, а вот еще альтернативный взгляд через эффективность, почему нет, и кажется, к этому все идет, потому что вот developer experience, он прям везде упоминается, уже даже есть и метапы, и там какая-то конференция, я тоже слышал в рамках CubeCon, они заходят на эту тему, но пока очень аккуратно. Спасибо большое, и вот молодой человек передайте микрофончик, пожалуйста. Привет, спасибо за доклад, уважаемый Андрей, Skyeng, вот ты показал эмпирически и доказал, что будет работать на тысячи, в математике. зачастую есть разные законы для разного порядка, и вот у нас там команда она не тысяч, она меньше. Думал ли ты и вообще веришь ли ты в то, что для более маленьких команд существует некоторая другая формула или другой закон, который будет работать, потому что мы создаем в принципе платформенную, какую-то платформу для разработчиков, но скорее всего формула для нас работать не будет. Зависит от контекста конечно же и от вашей компании. Я думаю, что и опять же там я не знаю от того, какие у вас инженеры платформенные имеется в виду в плане вот этих коэффициентов, два коэффициента, скорее всего из-за того, что вы маленькие, они могут быть выше и дать вам еще больше буста. Хорошо, спасибо. Давайте сейчас вот здесь, а потом рядышком микрофончик. Игорь, привет. Хочется немножко вернуться к началу, когда ты говорил про эффективность. Как ее мерить? Это первый вопрос. Второй вопрос. Там был один слайд такой, что давайте строить не одну платформу, а типа 10, 15, 25 платформ. Чем это обусловлено? Почему нельзя делать задачи одной платформы? Хочется вот про это продискутировать немножко. Так, ну я отсылал к Team Topologies и к паттернам платформенных команд, что условно нам надо как-то тогда организовать правильно эту толпу из 250 платформенных инженеров, да, и уже есть условно в индустрии паттерны, что давайте это делать не в виде больших команд, а в виде таких маленьких и стабильных. Я тут в то же время, что проще делать один продукт большим количеством людей, чем много маленьких продуктов группами людей. То, что все будут ползать в разную сторону, получаться будет странная штука. Слушай, ну давай об этом в кулуарах поговорим. Окей, а про эффективность тогда хорошая тема. Отличная тема на самом деле. Спасибо большое. Давайте вот тогда микрофончик. Просто я про эффективность еще не услышал. Про эффективность смотри, да, то есть Дэвид, ну вот ребята из Twitter и из Adobe, они эффективность считают как вот такая совокупность. Это что это? И экономия времени, и снижение технического долга и классные инструменты. То есть все-все-все это может как-то повлиять на эффективность разработчиков. Ну то есть там за счет экономии времени еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. То есть вот это первый момент. А второй момент то, что еще и разделяют условно там продуктивность разработчиков и эффективность. И вот там тоже я фактически затрагивал только одну область. Ничего не говоря про продуктивность. Ну и они тоже на это не смотрят, потому что фокус на платформе все-таки. Все, спасибо большое. Отличный вопрос. Молодой человек, пожалуйста. Игорь, спасибо. Классный доклад. Скажи, пожалуйста, вот есть компания, ну наша компания, хочется ее продиагностировать. Хватает у нас платформных инженеров или слишком мало? То есть что с ними делать? Как бы ты посоветовала оценить эти волшебные коэффициенты, от которых все зависит? Я бы посмотрел на масштабе. Ну то есть не на вашу компанию вообще на всех, поэтому я говорю, что давайте сделаем исследование и посмотрим, как остальные работают, как у них, и может быть из этого мы сможем что-то вытащить полезное. Чем больше посмотрим, чем больше будет выборка, может быть сделаем какие-нибудь классные выводы, может поймем, что модель не работает, ее нужно чем-то дополнить. Ну то есть давайте покопаем в эту сторону. Хорошо. Так, и молодой человек, пожалуйста. Спасибо за доклад, здорово, с графиками, с цифрами. Хочется немножко прокомментировать, вот когда тысяча разработчиков, мы начинаем с тысячи, мне кажется, там все-таки не с тысячи, там меньше, то есть тысяч разработчиков ряд положить, то они не будут так эффективны, как тысячи. Ну то есть с этого можно начать. Да, да. А вопрос наверное такой, вот есть ли какой-то консенсус, вот какая проблема есть у платформы, либо она ничего не знает про разработку, делает там что-то свое сферическое в вакууме, либо она знает все, и тогда очень большая когнитивная нагрузка на каждого участника в платформе. Тут я так понимаю, что появляется enabling team, и вот вместе они как-то должны разделить эту когнитивную нагрузку. Вот есть ли какой-то консенсус, как это должно происходить? Ну то есть платформа знает что-то про продуктовую разработку, или только enabling team что-то знает? Ну я бы выделял вот возможно подход, который в московской бирже со стримами. Мне кажется, что вот можно смотреть в эту сторону, что мы условно делаем несколько платформенных команд, у каждой ограничен стрим работ, да, или там домен, или еще что-то, чем она занимается, ну как ограничена эта нагрузка. И дальше смотрим какие цели, то есть вот условно это делать должна постоянно платформенная команда, несколько платформенных команд, или мы можем условно делать это через enabling команды, я просто про enabling команды вообще мало что здесь говорил, и использовать условно другие способы взаимодействия, то есть не через там прийти, пообщаться, что-то выяснить, или потом долго что-то делать, и потом предоставлять это как сервис, а возможно с помощью каких-то других способов, например фасилитации, там не знаю, консалтинга или еще чего-то. Спасибо, наверное еще можно… ответ в Team Topology скорее всего ты найдешь, потому что они как раз и рассказывают, как ограничивать когнитивную нагрузку и как разделять вот этот вот контекст между командами. Спасибо. Ну, наверное, еще интересно в Куларах будет тоже пообщаться. Да, отлично. Спасибо большое. Молодой человек. Да, привет. Меня Александр зовут. У меня такой вопрос. Вот в этой книге, которую вы показывали, там есть вывод детальный этой формулы, чтобы посмотреть, как они действительно получили? Также есть ли у вас какие-то другие похожие, может быть, сведения, какие-то другие формулы, какие-то другие модели, и почему была именно эта выбрана модель? И если вы знаете про другие модели, пробовали ли вы их также изучать и смотреть, какие результаты, как они коррелируют вот с этим совсем? Окей, попробую ответить. В книге Tim Topologies про эту модель вообще никакого упоминания нет. То есть это, вот я нашел эту модель на просторах интернета и вообще почему-то мало кто упоминает, цитирует, хотя в Твиттере где-то находятся упоминания. Посмотрел на нее, поиграл с коэффициентами и как бы и понял еще, что на эти коэффициенты можно повлиять с помощью вот тех рекомендаций и паттернов, которые есть в Tim Topologies. То есть условно я нашел эту модель, начал смотреть на эти коэффициенты, модель вышла, ее опубликовали в 15-м году, в 15-м году еще не было Tim Topologies. Tim Topologies появился в 19-м. То есть фактически я просто взял эту модель и развил, что смотрите, вот эти коэффициенты, кажется, что на них ответ есть уже в индустрии, вот как раз в книге топология команд. Другие модели я, честно, не видел, но мне кажется, что они в компаниях, вот в каждой компании что-то есть похожее, особенно если компания очень сильно заморочена на метрике. Я думаю, что вот у Артема точно что-то есть и можно подойти к нему. Я думаю, что вот там и в Dodo, наверное, что-то есть. Ну, то есть каждый, наверное, пытается посчитать. Возможно, это считают на уровне руководителей CTO, но не все ими делятся. Вот ребята из Твиттера и Adobe поделились. Кажется, что за это можно зацепиться. Маленький вопрос еще. Вот от нуля до десяти правдивость этой модели как бы вы оценили? От нуля до десяти да, я бы не выделял вообще платформенных инженеров. Нет, правдивость этой модели, насколько она верная, насколько ей можно в принципе верить. Вот этой модели. От нуля до десяти это оценка ваша. В смысле, десять супер. Где десять, это супер. Мы прям верим, мы делаем как в модели, ноль, мы вообще не доверяем ей. Так давайте проверим. Ну, то есть, не знаю. Хорошо, спасибо. Мой ответ, наверное, семь. Если проведем исследование и к концу года что-нибудь выясним, будет либо десять, либо ноль. Ну и все, и в следующем году обсудим на этой конференции. Что получилось? Или даже вот на вот этой конференции. Хорошо. Потому что мне кажется, что может быть, если будет большой интерес к платформам и платформным командам, то мы соберемся на платформ.conf, а не на девопс.conf. Хорошо, давайте тогда последний вопрос, чтобы потом уже основательно перейти в кулуары. Да, давайте. Привет. Во-первых, я пока слушал, я понял, что не хватает в формуле еще одного коэффициента, скорее всего, не хватает коэффициента cloud adoption, потому что в зависимости от того, на чем инженеры строят платформу, они будут с разной скоростью генерировать какие-то сервисы и инструменты для разработчиков. Соответственно, если у нас, допустим, cloud adoption очень низкий, нам нужно будет больше гораздо инженеров, чтобы генерировать ценность. Вот. Ну, это я так вкинуть о вопрос. Вот интересно, в конце появился еще один коэффициент, это платформа adoption. То есть какое количество разработчиков, грубо говоря, инженеров дальше в компании пользуются этой платформой. И вот здесь интересно, что с одной стороны Team Topologist нам говорит, что хорошо бы, чтобы разных платформ было много, они между собой конкурировали как-то. Но при этом я как наверное бизнес, который вкладывает деньги в платформу, хотел бы, чтобы у меня все разработчики пользовались одной платформой. И мне тогда хотелось бы стукнуть кулачком, сказать так, все поехали в одну, ничего не знаю, чтобы у меня платформа adoption был 100%. Вот. Как ты думаешь, мне как бизнесу стоит такое решение принимать, например, или нет? Не знаю. Но мы видим, что часто в больших компаниях принимают такие решения, что условно вы тогда можете и не париться, что у вас всегда будет платформа adoption высокий, потому что по-другому и нельзя. Ну, потому что его спустили сверху. Вот. По поводу cloud adoption. Ну, да, модель можно расширить и использовать еще что-то. Вот. Дэвид написал еще вторую статью как продолжение, и он туда добавил коэффициент время, и вот, исходя уже из времени, тоже модель начинает работать по-другому. Это вот возвращаясь к комментарию про тысячи инженеров, что в начале, да, в начале вообще будет все очень плохо, потому что и низкий платформа adoption, и команды, не команды, и они, платформа у вас еще не готова и пользы приносит очень мало. То есть в реальной жизни будет все еще хуже. Хорошо. Давайте тогда поблагодарим докладчика за ответ на вопросы. И можно будет перейти в кулуары, потому что подозреваю, что может быть жарко. Спасибо тебе большое. У нас есть специальный подарочек от организаторов. Спасибо. Коллеги, спасибо вам за присутствие.